Всем здравствуйте! У меня ощущение, что я с вами не расставалась. Я анонсировала, что мы продолжим с вами разговор о книге «Наука в свободном обществе» Фейерабенда. И дальше продолжим наш разговор про науку. То есть напомню, в прошлый раз мы говорили о том, что наука — это одна из традиций. И это та установка, которая должна быть принята в современном обществе. Наука не исходит из одного метода, который неизменен. Потому что если бы наука была универсальной, неизменной традицией, то у нас бы не было открытий. Любые открытия — это революция. То есть тот же Коперник явно не действовал в соответствии с алгоритмом, который был прописан до него, его коллегами. Он предложил новое. Он изменил методологию. И то же самое происходит постоянно из года в год. То есть новое появляется за счет переосмысления. Конечно, наука более успешна при сравнении с множеством других традиций. Но откуда мы знаем, что, может быть, если бы мы дали возможность астрологии или алхимии развиваться, они стали бы более успешны. Это тот вопрос, который озвучивает Феерабин. Но наука, да, она успешна. С этим ничего не сделаешь. Но, однако, наука не священна. Это вот начало той цитаты, которую я сейчас вам хотела бы прочитать. Однако наука не священна. Одного того, что она существует, вызывает восхищение, приносит результаты, еще недостаточно для обоснования ее превосходства. Современная наука выросла из глобального отрицания того, что было прежде. И сам рационализм, то есть мысль о том, что существуют некоторые общие правила и стандарты, которым подчиняется наша деятельность, включая познавательную, вырос из глобальной критики здравого смысла. Должны ли мы воздерживаться от таких действий, которые положили начало науке и рационализму? Должны ли нас удовлетворять их результаты? Должны ли мы считать, что все происшедшее после Ньютона или после фон Неймана было безупречно? Или можно допустить, что современная наука страдает глубокими дефектами и нуждается в глобальном изменении? Как нам следует действовать, признав это? Как устанавливать дефекты и осуществлять изменения? Не нуждаемся ли мы для подготовки тех изменений, которые хотим осуществить в некотором критерии, который не зависит от науки и вступает с ней в противоречие? И не преградит ли нам путь к обнаружению такого критерия отрицания правил и стандартов, вступающих в конфликт с наукой? В то же время, разве не показало изучение конкретных эпизодов истории науки, что топоумное применение рациональных процедур приводит не к лучшей науке или лучшему миру, а вообще ничего не дает? И как оценивать сами результаты? Ясно, что простого пути, который позволил бы с помощью правил руководить практикой или критиковать стандарты рациональности, опираясь на практику, нет. Цитата достаточно такая длинная, и она больше содержит вопросов, чем ответ. Но в этом фрагменте, если его комментировать, Фейераббент указывает на несколько важных моментов. Наука не обладает каким-то флером сакральности. Простой обыватель, не являясь экспертом, он может высказывать свое мнение о науке. И это важно. Второе, что можно здесь отметить, наука в своем развитии, она не является всегда победительницей. То есть есть моменты провалов, падений, но из них появляется что-то новое. И это также является очень важным. Но вместе с этим нет простого ответа, а что тогда делать, если наука – это одна из традиций, если наука не должна быть очередной идеологией внутри государства, а Фейераббент говорит об этом, что наука стала у нас идеологией, то что же тогда делать? И вот это-то оказывается самым сложным. Что должно измениться? И кто должен осуществить эти изменения? На каком уровне? Это начинается с человека, с его задавания вопросов? Или же государство должно воспринять эту идею равенства традиции? Не только равенство прав, но и равенство традиций. А также мы видим самого Фейераббента по тем выражениям, которые он использует. То есть в философии науки это тоже не скучно. Это не формулы, это не описание экспериментов. Одних только. Это попытка понять смысл того, что происходит, высказать свою критику и свое отношение. А может быть даже выступить против традиционного понимания науки, что делает Фейераббент. Критически о ней отзываясь и призывая к переосмыслению. Спасибо большое. Мне было очень приятно с вами общаться все это время. И я вас приглашаю и жду вместе с сотрудниками библиотеки Белинского у нас, где очень хороший и большой фонд философской литературы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова